здравствуйте сегодня у нас старые может быть и не такие старые чемоданчики ну из распаковки заглянем внутрь этот сарае нашел их мне нужно было найти одну вещь и я в сарае нашел там чемоданчики на в них там нашел то что мне надо и так значит вот у меня два старых советских чемоданчика надо сказать что такой вот типоразмер был очень популярен и как в довоенное и после военное время многие можете видеть многих героев фильмов которые путешествуют с такими вот маленькими чемоданчиками у нас значит один коричневый черный они немножко разного размера вот этот по длине этот покороче но зато этот вот повыше чемодан и может быть чуть-чуть потолще а может и нет то есть примерно одинакового объема военных такой формат еще назывался тревожный чемоданчик и в частях оперативного подчинения значит обычно каждый военный такой собранный в дорогу чемоданчик постоянно хранил потому что если будет объявлена тревога не хватали такой тревожный чемодан и выезжали на войну вот у этого чемоданчик ручка пластмассовая у этого чемоданчик ручка такая более старая не знаю мне кажется что это чемодан более старый чем вот этот вот и достались нам они от наших старших родственников остались и мы храним их я в частности стал их использовать для хранения всякой мелочь которая иногда нужна и которые в том числе и нужна и сейчас мы посмотрим на эту мелочь которая хранится внутри увидим что-то мне даже самому интересно так давайте не знаю начнем может быть коричневого чемоданчика вот с двумя замками а тот как вы помните был одним замком так откроем посмотрим что у нас тут есть вот значит давайте посмотрим вот такая вот коробка написано вега тонарм я так предполагаю что здесь остатки да остатки от тонарма вега какие-то запчасти но наверное большинство советских радиолюбителей прошло через увлечение проигрывателя миллилитров в свое время конечно наверно уже можно выкинуть уже никому не нужно но я редко выкидываю что-то старое до тех пор пока у меня хватает места для хранения так значит тут у меня еще одна коробочка а это классные провода это различные мгтф значит в том числе военного назначения с посеребренными жилами с посеребренной оплеткой в общем вещь такая очень даже полезная правда последнее время я уже мало чего-то делаю паяю поэтому они мне не очень то наверное нужны так вот что это о о какая вещь нашлась достаточно редкая так я вижу что это тонармы о звукосниматель монофонический да это в свое время мне я купил давно еще для замены так вот что-то выпало но это знаменитая газика у который все конечно успешно вытекла такие головки сейчас эти корпуса вполне нормально вставляются китайские перекидные звукосниматели их можно использовать в старой аппаратуре так отложим посмотрим что дальше ну вот это классная вещь я так предполагаю это что-то типа отель звукосниматель даже не знал что на меня есть но не знаю там внутри наверно ничего нету тут пусто я так подозреваю потому что провода болтаются наверно пусто вот сейчас мы не будем с вами откручивать и заглядывать вот тут чего-то такое есть то есть в принципе такой звукосниматель тоже можно сделать его ремонт и вмонтировать туда вот сохранилась у нас держатель для иглы это самое главное вмонтировать туда новый пьезоэлемент и мы получим рабочую версию звукоснимателя на эльф или что-то в этом духе сюда вот обычно вставлялась металлическая иголка для воспроизведения пластинок так ну и это у нас такой более поздний уже звукосниматель вот такая тонарная более поздний звукоснимателем совершенно классическая такая у нас лодочка вот без иглы лодочка но у меня их много этих лодочек вот или башмак как их называют такие были распространенные в СССР звукосниматели того времени так вот тут вот сейчас чего-то а ну да вот такие вот классные штуки конвертер адаптер УКВ-ФМ если помните значит в 90-е годы когда пошли импортные автомобили значит они были рассчитаны на прием в диапазоне ФМ а у нас тогда ФМ еще не было поэтому умельцы начали выпуск вот таких конвертеров но эти другие конвертеры эти конвертеры значит превращают они работают по-другому они превращают ФМ в УКВ в ОКВ значит зачем превращать ФМ в УКВ ну я это купил в свое время точнее купил мой приятель в Новосибирске где их изготавливали для того чтобы можно было скажем старую радиолу без переделки слушать на ней ФМ хотите слушать и УКВ без такого адаптера хотите слушайте ФМ вот у меня тут целая пачка разных моделей с блоками питания с включением это самое смешное что я их так ни разу и не попробовал надо будет как-нибудь ради смеха взять какую-нибудь старую радиолу их у меня очень много и попробовать правда сейчас уже мне тяжело таскать эти радиолы поэтому не знаю когда я соберусь это сделать так а вот еще прежде коробочка так ох какой древний универсальный усилитель низкой частоты трискорный кат ну этот наверное уже более-менее современный вот не знаю откуда он на меня взялся и зачем он мне нужен кто-то наверное хотел какую-нибудь подилку собрать наверное да вот мастер-кит ну ладно бог с ним это совершенно не интересная штука так а вот еще один МГТФ да точно да дефицитный МГТФ в свое время был страшный дефицит это 86 год производства даже вот такая хранилась еще и СССР все так а тут классная классная у нас упаковочка тут у меня хранятся сетки вот мне наверное старшее поколение помнит что с такими вот ковочками мы ходили в магазин у моих родителей их было очень много а это как раз по моему от моих родителей я взял у них был целый пакет с сетками и я забрал все эти сетки и оставил себе на память вот как воспоминание о тех временах я помню когда я был маленьким ну уже не совсем маленьким уже учился в школе может быть четвертом пятом классе мама меня посылала в магазин с такой сеткой давала мне деньги давала мне значит вот такой маленький списочек который я отдавал продавщице ну все тогда жили в квартале в одном более-менее друг друга знали вот и она мне давала то что написано на этом было листочке ну и за хлебом конечно так вот коробка значит ага это тоже замечательная вещь которая осталась нам от наших старших это лото да сейчас тоже по телевизору играют в лото ну вот это старое лото как я понимаю в него играли не знаю комплектное оно или нет значит вот такие видите эти знаменитые такие бочоночки с цифрами вот ну я не буду рассказывать как в него играть ну старшее поколение знает как в него играть а молодому наверное не интересно и такие вот раздавались карточки на которые с номерами на которые ставились а бочонки вот значит год производства конечно нельзя установить этого лото но можно вот здесь написано производитель москва люсиновская 30 артикул мг 105 578 цена 23 рубля сорт 1 заказ 1.86 ну вот если цена 23 рубля то ясно что это в дореформенных деньгах то есть скорее всего это скорее всего это лото точно была выпущена до реформы денежной реформы шестьдесят первого года вряд ли в новых деньгах оно стоило бы целых 23 рубля так продолжим что тут у нас еще у нас тут ага это у нас радиоручки да такие старенькие ручки лежат всякой всякой это вот по моему от КВНовки от КВНовки а может и нет а вот еще такие верниерные ручечки вот к старой радиоаппаратуре да ну симпатичная вещь пусть продолжает храниться у меня где-то еще не знаю где сохранится целая коробочка такая со старыми ручками пока не знаю где еще целая коробка с разными старыми радиолампами дефицитными вот а это вот замечательная штука это наконечники на знаменах вот помните такие вот в советское время по праздникам на улице вывешивали у меня в коллекции есть несколько знамен ну и я заодно купил для них такие красивые наконечники там вот у меня самое первое видео это обзор всякой рухляди там можно увидеть знамена которые есть у меня в коллекции вот еще такие другая модель все вот крашены а эти видите они точеные вот не знаю может быть это и новодел хотя вот тут даже какой-то штамп есть вполне возможно что и старые вот у нас наконечники она древко для знамен да тут их много да тут их много разные не буду вас утомлять основные мы посмотрели хорошо а ну вот я вот этот чемодан искал ради вот этой коробочки мы в нее заглянем чуть позже и посмотрим что там в ней еще есть так все с этим чемоданом мы закончили переходим к другому так продолжаем значит теперь черный чемоданчик сейчас на него заглянем вот видите он с одним замочком как я говорил другого размера и ручка такая классическая совершенно ручка я так думаю что он наверно будет постарше того чемодана вот не могу точно сказать как-то это все было так открываем ага вот классные штуки вот наверно мало кто знает что это такое мало кто знает что это такое ага это такая классная штука вот одна есть у меня вот у меня есть вторая такая штука вот это для того чтобы носить чемодан без ручки сейчас я вам покажу как это все работает вот пока закроем так значит да представим себе что у нас есть чемодан без ручки уже вот так вот эту штуку сейчас поставим на нее чемодан вот ну вот тут такие вот есть штуки проденемся так коробки любые можно носить без ручки тяжелые такая классная штука была советское изобретение вот сейчас мы эту вот одну затянем я только покажу до конца делать не буду вот так ну и так же примерно делается вторая вот вторая ну и теперь можно значит этот чемодан без ручки отлично носить ну как видите это все из брезента капитально такая деревянная мощная ручка удобная ну в общем федеральные вещи на такие две штуки тоже остались моим от старших я помню при всяких переездах а поездили бы немало они использовались так теперь продолжим тут уже вам такие более современные вещи да внутрь храню я перфокат наверное не знаю в каком году их закончили использовать ну 70-е 80-е не знаю перфокат ну сейчас наверное молодое поколение наверное вообще не знает что это такое если им показать и спросить то это самое а я помню как мы во время учебы в институте надо было написать все на специальных бланках отдать чтоб тебе это все перфорировали и потом засовывалось в компьютер вот такие были дела очень мне нравилось у нас там был у нас была макетная стояла машина не настоящая скажем так но она настоящая но одна из первых простатитных моделей вот и я помню у нас этот был там инженер-специалист ну бывают ошибки бывают значит те дырочки которые можно было заклеить их заклеивали после перфорации оставались такие прямоугольнички вставляли а вот жалко мне не осталось этих перфокарт уже пробитых а вот если надо было сделать дырочку у нас этот инженер он просто паяльничком раз пробивал так вот сжигал дырочку и получалось очень здорово это значит у нас более поздняя уже идея это дискеты вот дискеты я сохранил все это просто так на память значит никакой пользы они не имеют эти дискеты никакого сейчас их нигде использовать нельзя но значит и хотя у меня один приятель сделал такую декорацию значит соединил этот по углам продырявил тут дырки в дискетах вот и значит на канцелярских скрепках сделал такую занавеску из дискет ну очень так прикольно получилось так вот у меня какая замечательная тут есть штука значит студенческий микроскоп значит я так понимаю даже не знаю что это такое это микроскоп все понятно откуда он происходит а сделан в Англии да видите студенческий микроскоп черт его знает даже какой год выпуска вот сейчас посмотрим может коробка нет посмотрите естественно есть микроскоп да класс вот может кто помнит такие тоже у нас были школьные такого типа может чуть поменьше здесь вот он просто так руками двигается ну более современных такие колесики сбыл поэтому вот так вот двигается старая модель здесь пинцетик даже есть к нему ага и тут вот и тут вот даже есть к нему стеклышки в эти старой английской газете здесь два стеклышка вот два стеклышка хорошая такая антикварная вещица ну даже может не антикварная а технически антикварная вещица вот написано тут слайд вот вот это для стекол классная штука вот пусть продолжает вязать чемоданчики может кому-нибудь когда-нибудь там детям останется будет 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 прикольно ее внукам увидеть наверное такие вот необычные вещи так а как он лежал я забыл так ладно я потом разберусь все запакую как надо так вот у нас тут внизу даже видите сохранилась газета вечерняя Москва тринадцатого тринадцатого января суббота семьдесят третьего года вот класс ну то есть как был так и есть и значит что у меня тут еще есть ага я знаю что тут есть это различные запчасти от к патефонам потому что у меня есть в коллекции достаточно много патефонов ну немного несколько штук собрал много да это вот китайская головка китайская если не работает можно поставить китайскую головку даже какие-то кучи всяких винтов старых заклепок здесь еще патефон здесь я такая головка лежит пока не буду распаковывать вот видите можно сказать целый разобранный патефон вот так все и с этим мы значит покончили разобрали все понятно так а еще вот у меня есть такой старый портфель типа дипломат замечательный вот свое время ну я думаю это наверное не знаю на 70-е годы но совершенно такие были престижные вещи дефицитные вот купить их было трудно и всякий кто обладал такой вещью может так сказать считался не знаю пижонов скажем так хотя это не совсем точное слово но я просто сейчас другого не подберу но у вас такое я его так видите старый тоже сохранился где-то от старших вот я его использую для хранения и перевозки значит старого осциллографа вот у меня есть такая старая старая модель советский осциллограф вот извините задом наперед поставил так советский осциллограф фс-173 ну сейчас я его не буду включать но наверное где-то может чуть больше года назад я им пользовался вот он вполне в рабочем был состоянии очень даже на мой взгляд очень даже симпатичная удобная модель такая компактная тяжелый советский и тут к нему еще куча проводов разных для разных видов этих соединений и так далее вот он выскочастотный осциллограф можно настраивать выскочастотную аппаратуру если есть такая нужда вот ну на этом мы с чемоданами и портфелями типа дипломат закончили и сейчас вы помните маленькую коробочку ради которой я все это поднял и раскал я сейчас в нее внутри загляну и тоже покажу что там есть ну вот эта коробочка не знаю почему это виндок не знаю почему это коробочка но так у меня здесь хранятся важные вещи так а вот написано шарик металлический от пятифона запечатаны хорошо так вот это у нас какая-то инструкция да инструкция это ага это вот тот двухсниматель который я вам показывал старый вытекший ГЗП 301С паспорт к нему вот отлично вещь полезная путь хранится но эти звукосниматели все давно вытекли и пользоваться ими сейчас совершенно уже невозможно поэтому их но их можно переделать под современные звукосниматели вот у нас есть с вами что еще еще у нас есть корундовая игла видите вот металлическая вот такая есть корундовая игла которая ставила старые звукосниматели с патефонными иглами вот для проигрывания пластинок на 33 оборота вот видите написано корундовая игла для проигрывания долгоиграющих грамм пластинок вот запечатанная вещь классная тоже осталась сохранилась я в детстве помню полно их было таких в детстве вот собственно говоря я искал вот это вот вот это вот я искал это звукосниматели от портативного проигрывателя французского производства Тепас вот который я покажу в следующем обзоре и мы поговорим про эти звукосниматели ради них и собственно был затеян весь этот сербор с поиском ну и затем с распаковкой так дальше что у нас вот такая видите на 45 оборотов борхоточки такой тоже от какого-то советского проигрывателя так одевалась уже было 45 а вот так вот значит протирали пластинку с помощью этой борхоточки так ааа это иголки не знаю скорее всего это иголки звукосниматели звукосниматели бсср который стоит в проигрывателе на обзоре у меня там по моему стереорама 2000 был обзор его вот это к нему иголки так дальше и вот собственно сам этот бсср звукосниматель сам из правды стоит но на всякий случай я вот тогда давным-давно купил вот такой квитер да это иголки от него вот такой новенький совершенно звукосниматель бсср с 6м так хорошо убираем тоже откладываем в сторонку так вот ролик извините по техническим причинам видео прервалось поэтому мы продолжаем с этого ролика вот не знаю от чего этот ролик ну пусть будет вот единственный конечно он уже такой изрядно задубевший но потом найдется от чего этот ролик был так продолжаем дальше так ну вот еще тут бархоточки у нас в количестве двух штук еще вот всего три у нас получается бархоточки для пластинок так значит дальше выгребаем мы с вами патефонные иглы патефонные иглы выгребаем у меня их много-много дело в том что у меня в коллекции есть есть несколько патефонов вот и я в свое время зачем-то накупил иглы для них хотя это еще на самом деле не все еще где-то иглы лежат много игл вот извините чтобы прочитать все это дело значит название я возьму очки так возьму очки буду читать так иглы граммофонные громкий тон 200 штук кривбакинский дипломы третьей степени игольный завод управления машиностроением саннархоза московской области так отлично ну это я так понимаю такие же иглы только без этого ну открывать я сейчас не буду хотя можно попробовать открыть да вот видите тут даже уже бумажка была прилипла к крышке это даже запакованы лежат иглы ну не знаю надо посмотреть может быть часть них уже поржавела их надо отправлять на помойку это увидим когда-нибудь но сейчас купить новые иглы не проблема продают новые новодельные иглы в большом количестве так это тоже иглы граммофонные 200 штук мособол саннархоз громкий тон то же самое тот же колюбатинский игольный завод так вот гост не знаю как он 31 года а может и нет вот иглы граммофонные вот у нас еще у меня есть импортные иголки вот тут не видно что я так думаю это сезмастер войс будет так вот телефончик здесь еще потихоньки да не знаю в каком они состоянии это сезмастер войс ну вот ну ничего так вроде ничего даже вроде не видно что не так электрола запечатаны громкий тон а да вот эти заводки написаны экстра лаут особо громкие я таких не видел но здесь громкий тон у меня запечатанные не будем открывать вот это вот фортисима ну наверно громкий тон или очень громкий тон он сделан в швейцарии фирма не могу читать по-немецки не знаю вот коробочка красивая видите вот покажу вот значит написано по-французски название но как вы знаете в швейцарии несколько языков государственных они отлично с этим живут в том числе и французский а вот это вот иглы производства планета рига я так думаю еще двоенные я их уже использовал презентации франциальной стереорамы вот тоже видите какая написано на латышском языке вот и написано а также интересного фотофон мегал недос фотофон. Интересная эта транскрипция. Вот тут остались иголочки тоже в нормальном состоянии. Так, ну и, наконец, что у нас тут? У нас есть остатки какой-то... Не знаю, что это такое. Какая-то металлическая деталька. Оставим ее тут так. Вот. Это до недавнего времени была мечта всех коллекционеров старых советских радио. Это головка звукоснимателя ГЗП-380С. Дело в том, что на многих стереофонических проигрывателях советского производства устанавливались головки ГЗКУ, ГЗП и другие им подобные, из которых со временем вытекла демпферная жидкость и пользоваться ими невозможно. А вот это, вот уже более поздняя головки, которые без демпферной жидкости. Вот. И они совершенно в исправном состоянии. Вот у меня сохранилось такие три коробки. На самом деле у меня их было четыре. Я это помню хорошо. Четвертую я пытался переделать под 78, не помню, чем дело закончилось. А эти вот все у меня новенькие лежат. ГЗП-380. Сейчас эта проблема у вас не стоит, потому что сейчас нет проблем в тушку от ГЗКУ засунуть китайскую двухстороннюю, китайский двухстороннюю, керамический звукосниматель с двухсторонней иглой. Это вообще не проблема. Хотя, в общем-то, на Авито продают в основном, засовывают более дешевые звукосниматели с фиксированной иглой на 33 оборота. Ну, наверное, может быть, это и правильно, потому что на 33 оборота они большинство сейчас и на этой старой технике и сушит пластинки. Ну, на этом, значит, наша сегодняшняя распаковка закончена. Хочу пожелать моим зрителям хорошего настроения и, как всегда, приятного летнего отдыха. До свидания, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok